Единственный ход – Олимпийский парк. Вот весь парк был закрыт, пока терминалы не стояли. Идти приезжали на электричках, на автобусах. Здесь проходили контроль, был жесткий контроль, даже пластиковые пункты не разрешали собой брать. И отсюда пешком шли до пакела, 2 километра. Тогда электромобил был очень малым, возили кофеинвалидов, службы безопасности и крысов. В остановке все шли пешком. Внутри парка вот эта зелень, зерево, что вы видите. Все это посадили после Олимпиады. Во время Олимпиады никакого зелени не было. Только вот эти пальмы, вот где мы сейчас останавливались, пальмы Роша, эти пальмы такие большие привезли, посадили, но они немножко выросли за 7 лет. Внутри парка были только пластиковые пальмы. Вот одна из них вот рядом стоит. До сих пор там антенна, висит камера. Во время Олимпиады у нас был здесь офис Мегафона, я покажу здание. Вот они обслуживались, связывали, висит камера. Справа серое здание. Это главная трибуна Формулы-1, вид трибуна. На 13 тысяч зрителей. За ним такое же здание. Стоит между ними трасса. Здесь статус, здесь финиш. У нас до 22 года был контракт. Каждый год, в конце сентября, проходит Формула-1. Весь парк закрывается на неделе, и при нем проходит Форму-1. В этом году билеты были проданы, но отменили. Вот в связи с Украиной отменили. На главной трибуне находится музей Формулы-1. Около 50 болидов там стоят, гоночные. Можно потрогать, фотографироваться. Музей работает каждый день. И еще по трассе есть такси, гоночное такси. При желании можете прокатиться по трассе. Там отлевка еще стоит. В Сириусе строится концертный комплекс мирового уровня. Подъезжаем к месту строительства. Благодаря параметрическому посаду здание будет восприниматься с разных ракурсов по-разному. Площадь концертного комплекса Сириус составит 33 тысячи квадратных метров. Главный зал вместе 1300 зрителей, а малый камерный рассчитан на 350 человек. Для любителей отдыха на свежем воздухе будет оборудована площадка для опен-эйр-концерта. К строительству привлечены ведущие и специалисты. Благодаря ним комплекс станет сложнейшим инженерным и архитектурным сооружением. Идеально вписанным планшафтом. Его отличительной чертой будет уникальная система акустики. Консультантом по акустике выступил всемирно известный ресурс Тойота, спроектировавший более 50 концертных залов по всему миру. Весь процесс работы над проектом комплекса и его постройкой курирует специально созданный художественно-экспертный совет, в который вошли ведущие деятели отечественного и мирового искусства, а также выпускники Сириуса, пианист Иван Бессонов и педагог-фольклорист Ольга Ставрова. Председателем совета стал художественный руководитель Санкт-Петербургского Рома Музыка, народный артист России и соучредитель фонда «Талант и успех» Сергей Володогин. Концертный комплекс не будет поступать по своим акустическим свойствам и выставочным возможностям лучшим театраммом. Напротив главной трибуны «Формулы-1» расположен интереснейший ботанический объект. Природа начинает, искусство направляет, опыт совершенствует. Это вот живое дерево, выращивали в Италии, подарили нашему автодрому на металлическом конструкции, это гоночная машина Феррали. Вот каждая деталь отдельный куст, она вот эта красивая. Самая подходящая латинская пословица, которой можно охарактеризовать топиарные искусства, фигурную стрижку деревьев и кустарников. Мы делаем здесь небольшую остановку. Слева от нас главная трибуна «Формулы-1». Источинская трасса, единственная в мире, которая является городской и стационарной, а также это единственная трасса «Формулы-1» в России. В покрытии обмонтированы специальные датчики, фиксирующие температуру асфальта. Индукционные петли и оборудование для измерения скорости, позволяющие создать систему тайминга и статистики гонки. На 650-метровом участке между первым и вторым поворотами все спальмены, если желание, пожалуйста, можете вылезти. Сердце гонщика делает 180 ударов в минуту, а тяжелые нагрузки приводят к потере 2 кг веса за 1 год. В среднем в 2600 раз пилоты переключают передачу во время конструкции «Формулы-1». Рану после открытия Сочи в автодроме в 2014 году на его трассе прошел первый в истории «Формулы-1» Гран-при России, который с тех пор регулярно входит в календарь чемпионата игр. На первом этаже расположен автомобильный музей. Он будет одинаково интересен и детям, и родителям. Нет? Да не-не-не, думаю, что это да. Под семьей у австралийских эвкалиптов? Горячие ванночки из... Это вот все эвкалипты. Тут разные сорта, по листям даже видно три сорта. Привезли из Новой Зеландии, из Австралии. Они были маленькие, где-то 2 метра. Мы никогда посадили, вот за 7 лет так выросли. Друглые, вот они зеленые. Наступно, как насосы, они насыщают почву. Передали глядно, здесь все полотности не старт. Они вот на море шторм, да, все вода, шерстал. А эвкалипты, они еще насыщают почву. Вот как детали, роснусь на 50 метр воды употребляет судьбой. Вся эта территория на полтора метра подняли. Единственное место осталось в кладбище Староадря. Я покажу вам. Не трогали, как было, так и оставили. Там вот открыта трибуна в формула-1. Вся трасса идет между объектами 5 километров 80 метров. У нас на медальном площади есть смотровая площадка. Если захотите, можете подниматься, трасса поступит. Телесучи, применяя обилучение, простуды. Мы следуем к дому болельщиков. ИБУ-101 российского олимпийского чемпиона. Николай Александрович Панин-Коломенкин был уникальным спортсменом, который с детства занимался абсолютно разными видами спорта. Вот это серое здание был офис Мегафона. Они обслуживали связь в Олимпийском парке. На этой стене огромный экран стоял. Все желающие с той стороны заходили, фотографировались. И каждая фотография на экране шла. Всем раздавали сим-карточки, и что каждому отправлено эти фотографии. А на крыше смотровая площадка. А то бы снимали, как люди на вокзале выходят, и по аллее идут. Он был при этом финансовым инспектором царско-сельского уезда. Занятия спортом для госслужащих царской России были запрещены. Да и общество их не поощряло. Чтобы избежать порицания за свое спортивное хобби, Николай взял себе псевдоним Панин. Его он заимствовал у своего друга Сергея Крупского, выступавшего под этим псевдонимом на соревнованиях улево-спорта. Панин Коломенко впервые выпил золото чемпионата России по фигурному катанию в 1901 году, когда ему было 30 лет. На международной арене в те времена был Свойков. Там картинка Монолиза. Ходите, подъеду. Будете фотографировать. Тесла-музей. Это музей Тесла? Да. Вот это белое здание было русское... А здесь еще должен быть музей Леонардо да Винчи где-то, да? Все здесь, да. Все здесь. Вот это белое здание, это был русский, но болезнь, чтобы во времен Ребята. Здесь спортсмены-автографы дали, костей принимали, поддерживали нашу сборную. Теперь тут на 24-й костей Никола в лесу очень интересный музей, Леонардо да Винчи механический. Музей динозавров, могилей и все. Все члены музея работают. Да я думаю, не пойдем, да, или пойдем? Нет. А вот это что за памятник? Сейчас подъедем. Это вот про него как раз рассказывал. Это первый олимпийский чемпион по фигурному катанию. Николай Александрович Панин Коломин. В 1908 году поехал в город, обыгрывал золотой. Это у Лерих Сальков. Когда они встречались на турнирах, побеждал неизменно скандинавт. Но в рамках игр 1908 года в Лондоне был запланирован еще один турнир среди фигуристов. Специальные фигуры. Здесь Панин Коломин собрался использовать такое оружие, противостоять которому не смогут ни судьи, ни сам Сальков. Он решил нарисовать на льду коньками необычные фигуры. Судейская коллегия подумала, что Николай попросту ошибся, когда перед выступлением он ознакомил их с рисунком. Судьи никогда не видели, чтобы фигурист чертил на льду такие сложные фигуры. Николай Панин Коломенкин стал первым русским спортсменом, которому пока не усердно использовал это. Он решил сделать это в 37 лет. Для нынешнего фигурного катания, где спортсмены уже в 20 считаются чемпионами ветеранов. Следующий олимпиаде стартовой Панин Коломенкин в статусе 11-ти кратного чемпиона России занял второе место в соревнованиях по скандару структуре. Так, он стал одним из первых фигурных миксов, завоевавших медалей в двух несмежных видах спорта. Завершив спортивную карьеру, Панин Коломенкин стал известным тренером, а будучи отменным стрелком, проводил курсы для партизан в годы Великой Отечественной войны. Золотая олимпийская медаль Николая Александровича хранится в Эрмитаже. Продолжаем нашу экскурсию. Перед нами радужный мост. Пять мостов, пять цвета олимпийских колец. Они обозначают пять континентов в земле. Первая это Европа, желтая это Азия, темная Африка, зеленая Австралия, Красная Америка. Вот по этим мостам, по континенту прошли все спортсмены и гости. Вот он, бакер перед нами, вот где зашли охотники. Европа это был синий цвет, недавно покрытие сняли. Красная Америка, это, после санкции взяли, там закрыли. Сейчас идти мосты для пищевого. А факел там же, где фонтан? А? Факел там же, где фонтан? Да, вот он, факел, да, и он может сейчас туда поедет. Пожалуйста, пристегните ремни. Древние греки ввели свое летоисчисление с года проведения первых олимпийских игр в 776 году до нашей эры. Изначально олимпийские игры зародились как часть религиозного пульта в Древней Греции. Всего в Олимпии, в небольшом греческом городе, было проведено 293 олимпиады. Название игры связано именно с этим местом. В Древней Греции участие в игры считалось очень конститутным. Многие древнегреческие ученые и философы, в том числе знаменитый Пифагор, участвовали в соревнованиях. После того, как христианство стало официальной религией, Олимпиада стала... Слева, Сочи парк, парк аттракционов. Около 20 аттракционов, единый билет, покупайте на весь день без ограничений, и обратитесь на всех аттракционов. Кроме колеса обозрения, значит, правда. Колесо обозрения, оно не относится к Сочи парку, можно взять где-то, а где-то, на нем покататься. Внутри Сочи парка будет красиво здание, как замок, это гостиница. Четыре-звездочные гостиницы, а так отлично. Как проявление язычества. И в 394 году нашей эры была запрещена. Спустя много веков забвения, Олимпийские игры были возрождены в 19 веке Пьером Губертеном. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году в небольшом городке Шамоник во Франции. Изначально зимние и летние игры проводились в один год. Первые зимние Олимпиады проводились вне в один год с летними в 1994 году. С 1960 года проводятся Паралимпийские игры, в которых принимают участие люди с ограниченными возможностями. По сложившейся традиции, они начинаются спустя несколько дней после Олимпийской игры. Прямо по ходу движения мы видим радужный мост. Он является важным элементом транспортной логистики в Олимпийском парке. По нему тысячи зрителей Олимпийских игр переходили к медальной площади. Сейчас в Сириусе, городе здорового образа жизни, по мосту проходят маршруты легкоатлетических соревнований, в которых принимают участие тысячи пигнов. Покрытие дорожек состоит из резиновой крошки, полученной из отработавших свой срок автомобильных покрышек. Такое производство – один из примеров зеленого строительства. До 1951 года официальный справочник утверждал, что цвета колец соответствуют разным частям света. Однако не было никаких доказательств, что Пьер де Кубертен подразумевал именно такое распределение цветов. Современная трактовка цвета колец основана на том, что цвета, используемые на Олимпийском флаге, встречаются абсолютно на всех флагах мира. Один из самых курьезных моментов Олимпийских игр произошел на репетиции церемонии открытия Олимпиады в японском городе Саппора. В 1972 году, когда на стадион внесли Олимпийский флаг, один из дотошных зрителей, мягко говоря, удивился. Порядок колец был перепутан. А задачен зритель обратил внимание членов Олимпийского комитета на эту оплошность. Те долго возмущались, но решили обратиться к первоисточнику. Тут-то и выяснилось, что флаг с ошибкой вывешивался на всех зимних Олимпийских играх, начиная с 1952 года. Целых 20 лет никто ничего не замечал. Сейчас мы сделаем остановку на одном из самых необычных мест Эмилитинской независимости. Мы спускаемся в Олимпийский флаг. На протяжении веков Эмилитинская независимость была слабо освоена человеком. Это вот за кустами идет трасса Формулы-1, открытый трибунок Формулы-1, голубое здание – это ледовый дворец по фигурному катанию, айсберг называется, на 12-е иззывание. Болотистые земли и отсутствие удобной гадани. Природные комплексы развивались здесь естественным путем, так как место было слабо заселено. Черное море в геологическом смысле – владенец. Оно появилось не позднее 10 тысяч лет назад, в результате прорыва океанических вод Средиземного моря, глубокую впадину. Раньше там десятки тысячелетий существовало пресноводное озеро. Стадион и дворцы зимних видов спорта построены на самом берегу. Уникальность Эмилитинской низменности признало еще царское правительство. В 1911 году ей присвоили статус особо охраняемой природной зоны. Здесь обитают многие редкие виды растений – птиц и животных. Над морем проходит один из самых больших миграционных путей из Западки – Азии, Ближнего Востока, Европейскую часть и на восток России. Еще 200 лет назад на месте Эмилитинской низменности росли густые леса. Осмотритесь, эвкалипты, растущие перед нами, кипарисы, фатинии – все эти прекрасные деревья никогда бы здесь не выросли раньше. Дорога, по которой мы сейчас едим, не существовала. Здесь был настоящий лес. Единственное место, где в Олимпийском парке сохранились местные растения, огороженный участок Эмилитинской низменности прямо по ходу движения. Впереди мы видим историко-культурный объект – сохранившееся кладбище некрасовцев и староверов, первопоселенцев вдальнем. Некрасовцы – это потомки донских казаков, принявших участие в основании Булавина. После его подавления часть казаков покинула Россию. А в начале 20 века Николай II принял прошение, и некрасовцы вернулись на родину. Первым местным их поселения стал Сочинский округ Черноморской губернии, наименее освоенный среди других. Интересно, что Черноморская губерния была самой молодой и самой маленькой в Российской империи. Она была основана в 1896 году в центре города Новороссийске. В 1917 году население всей губернии едва перевалило за 200 тысяч жителей. Сейчас только в Адлерском районе живет 140 тысяч человек. В советское время здесь находился совхоз «Россия». Там, где раньше были поля с капустой и щавелем, теперь располагается одно из самых запоминающихся и красивых мест Олимпийского парка – Медальная площадь. Ее панорама открылась перед нами. Медальная площадь является центром композиции парка. Это вот Медальная площадь. Все стадионы находятся вокруг площади. Ходите столб, это флагшток, и на них вы сели влаги всех участников. Перед нами вот черно-синий трибуна, это трибуна по Мула-Ати. Ходите, куста по кругу идет, вся эта трасса по Мула-Ати. Слева вот там дома, вот белые дома, красная крыша. Это все Олимпийские деревни, где жили спортсмены во время Олимпиады. После Олимпиады там первой линии издевая гостиницу, второй-третьей линии там апартаменты все продали и до сих пор продаются. Перед нами стена чемпиона, лодки, пирамида, две доски. И вот туда подъедем, потом вот сюда стена, это стена чемпионов. Слева Олимпийские призеры, справа Олимпийские призеры. Золото, середок, бронзор. Имена, какая страна, по какому-либо смысл. Вот это серое здание, идет реконструкция, там мы ведомый дворец Паперли. Сейчас там идет реконструкция, будет по единоборствам. Очень много здесь будет. В этом стройка, гостиница, строят свои клиники, там будет все в одном месте. Справа аллея Магнолия, вот 33 штуки посадили наши чемпионов после Олимпиады. Самый первый помог посадить президент Путин, вот там табличка. Если есть желание, пожалуйста, можете выйти и здесь сфотографироваться. На фоне факела мы с той стороны подъедем, там лучше вид с факелом. Но если хотите отсюда, можете отсюда фотографироваться. Если нет, включаем, все проедем, все послушаем, потом сделаем остановку. Да, давайте. Расположены шесть огромных спортивных стадионов и два тренировочных центра. Это своего рода море, в которое впадают пешеходные реки улицы. По всей окружности площади расположены флагштоки, на которых рейли, флаги стран, участниц Олимпиады. После завершения игр здесь было посажено 33 магнолии. Таково общее количество медалей, которые завоевали наши спортсмены на Олимпиаде. Аллея магнолий располагается справа от нас. В посадке первого дерева принимал участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пространство медальной площади очерчено со стороны моря Олимпийским проспектом. Есть в парке гоночная трасса Формулы-1, украшением и неотъемлемым символом Олимпийских игр. Являются факел и фонтан в центре медальной площади. Они возвышаются слева от нас. Справа мы видим дворец зимнего спорта Айсберг. Своё название объект получил из-за внешнего вида. Необычен фасад сооружения. Он вентилируется и по сути является гигантской сприт-системой. Для оформления были использованы низкоэмиссионные стёкла. Они позволяют зимой сохранять тепло, а летом защищают от лучей полуденного солнца. Рядом расположена тренировочная арена, где спортсмены готовились к выходу на Олимпийский лёд. Сейчас в спортивных секциях по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку занимаются ребята разного возраста. К стене чемпионов игр, которая расположена прямо по ходу движения, мы вернёмся через несколько минут и сделаем остановку. Именно отсюда открывается прекрасный вид, а на фоне факела можно сделать красивые фотографии. С 2019 года бывший конькобежный центр «Сириус-арена» был перепрофилирован в спортивную арену. Интересно, что сразу после Олимпиады, 28 февраля, было отключено холодильное оборудование, и арена, как каток, прекратила своё существование. На её площадках занимаются не только студенты научно-технологического университета «Сириус», но и обучающиеся лицея «Сириус», у которых здесь проходят занятия по физической культуре. Комплекс «Сириус-арена» активно используется для проведения спортивных мероприятий в рамках образовательных программ образовательного центра и лицея «Сириус». Кёрлинговый центр «Ледяной куб» сейчас проходит реконструкцию. Ледовый дворец «Большой» – уникальное сооружение не только по личине, но и по конструкции. «Большой» построен в виде огромной застывшей капли. Такая конструкция использовалась впервые в России. Установлен он на гигантской бетонной платформе, которая может выдержать землетрясение в 9 баллов. Пол «Большой» устроен так, что может служить экраном. На него можно выводить любые световые инсталляции, транслировать матчи. Однако, инженерам такое техническое решение доставляет ряд проблем из-за выполнения формы фасады. Из-за нее каждое изображение приходится предварительно погибать. «Большой» ледовый дворец – домашняя арена Сочинской хоккейной. Здесь проходят все хоккейные встречи, а также другие соревнования, для которых требуется ледовый стадион. Справа по ходу движения появляется вторая позначивающая ледовая арена – шайба. Ее навесной фасад легко вентилируется, что позволяет зданию сохранить прохладу внутри помещений даже в самые жаркие летние дни. Здесь занимаются ребята по направлению спорта из образовательного центра Сирии. Ее дух олен, лединка и снежинка используются детьми профильный программ по хоккею и фигурному катанию для тренировочных занятий. Справа мы видим главный стадион на игре. Две хоккейные у нас были. Большой ледовый дворец по хоккею на 12 тысяч зрителей. Здесь играли олимпийцы. И вот полукруглая шайба, малый ледовый дворец по хоккею на 7 тысяч зрителей. Там играли пара олимпийцев. После Олимпиады сейчас на большом играет местная команда Сочи. А на шайбе играют дети из образовательного центра Сибирии. Ну и мой желающий там может покататься. А перед нами вот самый большой стадион. Стадион называется Фишт, где проходил церемонию открытия Олимпиады. Мудала гора Фишт, одна из самых знаменитых гор Кавказского государственного биосферного заповедника. И одна из самых высоких. Фишт переводится с эдегейского как «белая голова». Такое обозначение достаточно точно описывает вид горы. Здесь расположен самый западный ледник Кавказских гор. Высота стадиона Фишт – 70 метров. Это самое высокое здание в Олимпийском парке. Здесь проводятся открытия и закрытия зимних Олимпийских игр, а также футбольные матчи различных турниров. Обратите внимание, позади чаши Олимпийского огня расположены помещения, в которых устанавливались баллоны с газом, обеспечивающие работу пакинга. Впервые в истории. Стадион был закрыт во время Олимпиады. Вот на середине один участ стоял, крыша была. Во время Олимпиады открыли, вот эта средняя часть открывалась вперед-назад. Из двух частей она была, вот так открывалась. После Олимпиады просто убрали. В 16-м году где-то. Убрали среднюю часть, сделали футбольное поле, трибуна. В 18-м году, чемпионат мира по футболу, четыре игры играли здесь. Сейчас команда Сочи там играет. То есть там нет крыши, а зимой туда может снег попасть? Да, снега здесь не бывает. Дождь? Ну и дождь тоже, да, вот трибуна все закрывается там. Угу, понятно. Футбольный стадион. А слева вот это помещение, тут внизу пустота, здесь были установлены баллоны с газом, обеспечивающие огонь. Когда зажигли. В Сочи церемония награждения олимпийских чемпионов и призеров была разделена на две части. Цветочек... Ну и еще, если помните, Олимпиады, стадиона до факела, мостик был, дорожка была, по которым побежали третяки и рампина, здесь зажигли огонь. ...церемонии. Спортсменов честовали сразу после финальных соревнований на самих олимпийских объектах в рамках цветочек церемонии. Церемонии вручения олимпийских медалей происходили ежедневно в 20 часов 14 минут на медальной площади, на специальной сцене возле чаши олимпийского огня. Общее количество зрителей достигало 20 тысяч человек. Медали олимпийских и параолимпийских игр в Сочи являлись авторскими и высоко художественными. На производство каждой из них у мастеров уходило по 18 часов. Они были изготовлены из сплавов металлов, а золото самой высокой пробы ушло на их покрытие. Таковы правила международного архитекта. Открытие декоративно-скультурной композиции «Стена чемпионов игр», которую мы видим перед собой, состоялось 7 февраля 2015 года. Она состоит из двух композиционных элементов в виде симметричных пирамид. Этот образ повторяет силуэты заснеженных горных вершин Кавказа. В сочетании с объединяющим объемным элементом в виде земного шара композиция символизирует будущее человечества, преодоление трудностей на пути к миру и покорение души спортивного мастерства. Структура отражает достижения и выдающихся мировых спортсменов. Сборная России по итогам Олимпиады колдового зачатия выявлены в Миндаде. Напаривали в Миндаде. Субтитры создавал DimaTorzok